Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня у нас с вами будет видео по запросу. Буквально недавно я получила такой запрос от своей постоянной зрительницы Альбины. Альбина, привет тебе! Расскажи про ароматы по типу женственность во флаконе, наподобие Даля Дивен, Живанши, версии Инидиаль. И в принципе такой ролик не заставил себя ждать, потому что именно в этом месяце я планировала выпустить ролик на тему нюдовых ароматов. На мой взгляд это практически одно и то же. По крайней мере так можно считать, смотря что такое для вас женственность. Для меня женственность это аккуратность, сексуальность, доброта, счастье во флаконе, нюд во флаконе, конечно же ухоженность. И этот ролик будет не про ароматы чистоты. Ролик наподобие у меня уже выходил в прошлом году, по-моему, там были ароматы, которые я считаю можно отнести к ароматам именно чистоты. У нас с вами сегодня все-таки речь про женственность в таком, знаете, широком ее понимании. Я подготовила 7 ароматов, надеюсь, что они вам очень понравятся. И прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Это всегда меня очень поддерживает. И первый аромат, который у меня здесь лежит ближе всего, это Труссарди My Name. Наверное, я один раз буквально его показывала в своем ролике весной, когда цвела сирень. И мне тогда захотелось очень этот аромат в свою коллекцию, потому что как-то я ходила мимо него. Для меня это было как-то ну совсем, совсем как-то не слышно. Но в этом году я прочувствовала всю его красоту. Это действительно нюд во флаконе. При этом ароматы слышны. Да, нюд это не всегда, чтобы сидела близко к коже, не шлейфила только для вас и очень интимно. Нет, на мой взгляд, это тонкий, красивый, изящный шлейф. Этот аромат действительно про сирень. Хотя я слышала мнение, что не ощущается сирень кому-то в этом аромате, кому-то ярко ощущается, мне ощущается. Здесь действительно вкусная такая сладковатая сирень с нежной, цветочной, сладкой пудрой. И вы знаете, аромат именно сладко-цветочный. Здесь нечего добавить, здесь нет никаких гурманских оттенков, ванили, какой-то такой сладости. Здесь именно цветочная пыльца, нежная косметическая пудра и сирень. Классный аромат, ему уже очень много лет, он уже давным-давно выпущен. И мне показалось сначала, что он не совсем стойкий, но мы знаем, что ароматом надо дать постоять. Сейчас он набрался уже стойкости и у него такой нежный, потрясающий мягкий шлейф. Пудровый, окутывающий, он подойдет и на весну, и на осень, и на зиму. Это универсальный аромат, это нюд во флаконе. Смотрите, какой красивый, нежный, мягкий флакончик. Он стоит совершенно недорого. Я искала еще версию The Sand. По-моему, так она называется? В общем, надо мне вспомнить. Вроде правильно я сказала. Или My Sand. Но не нашла, по-моему, она уже снята. И где есть, там уже дорого стоит. Но вот это, это просто прелесть. Это просто прелесть нежнятина на любой возраст, на любой случай. Этот аромат не будет раздражать. Он мягкий, нежный. И уж насколько я придирчива к пудровым ароматам, вот этот мне очень понравился. Следующий аромат, и как же здесь без него, это жемчужинка Noir от бренда Кошарель. Я его показывала и в подборке ароматов чистоты, в том числе. Но, вы знаете, он постоял у меня год. И мне кажется, что это немного не то направление. То есть, это не чистота, это не белорубашечность. Для меня этот аромат именно про женственность. Здесь нужно быть аккуратным с дезировкой. Потому что, несмотря на всю его мягкость и пушистость, казалось бы, да, этот аромат даже может поддушить. Для того, чтобы он создавал эффект теплоты, женственности, мягкости, нюда, да, какого-то нужно, пару пшиков буквально. Здесь очень богатая пирамида. И вроде бы хочется сказать, где это все, где эти ландыши, где эта зелень. Это же всего лишь аромат крема для рук, да. Нет. Он у меня, опять же, постоял год. Я повторюсь. И здесь появилось все. Здесь появилась и кислинка, и такая свежесть зеленая, свежесть цветов. Конечно же, аромат прежде всего про мягкий, теплый, пушистый мускус, про кремовость, да, про уходовые средства какие-то. Но он достаточно плотный сам по себе. И здесь в базе явно ощущается нота кофе. Именно зернового кофе. Как будто вы открываете упаковку с кофе. И вот эта вот характерная горчинка в сочетании с зелеными нотами. Здесь можно придумать себе и такой зеленоватый кофе, да, не совсем обработанный. И хорошо обжаренные кофейные зерна. Но это очень тонкий эффект. Да, многие тоже не ощущают здесь кофе. Я ощущаю. Я ощущаю здесь весь этот богатый букет. И могу сказать, что прошлым летом, когда я надевала его и им полилась, это был перебор. Аромат меня под душу. Поэтому я предлагаю его носить в более свежую, так скажем, погоду, на свежий воздух и соблюдать дозировку. Именно тогда этот аромат проявляет всю свою красоту. Его сравнивают также с Том Форд. Белая замша, по-моему, называется аромат. Но тот аромат, он более унисексового направления. Здесь явная женственность во флаконе. Следующий аромат, это моя прекраснейшая новиночка. Буквально недавно он у меня появился. Это Роза Галора от бренда Atar Collection. Уж сколько раз мне про него написали. Кто-то даже написал о том, что вообще все плохо. И магазин плохой, в котором я его купила. И аромат парфюмерный кошмар. И вообще все достало. Видимо, это какие-то личные у человека были ассоциации с этим парфюмом. Потому что, на мой взгляд, он настолько нейтрален, настолько мягок, настолько женственен, что он мало кому может не понравиться. Понятно, что о вкусах не спорят. И когда мы начинаем спорить о том, кто как воспринимает аромат, для меня это то же самое, что выйти на улицу и начать спорить со снегом. Правда, бессмысленно. Поэтому, да, я могу допускать, что он кому-то не нравится. Но наверняка это небольшой процент людей. Я думаю, что большинству он все-таки зайдет. Это действительно очень мягкий, легкий, женственный аромат с очень тонким фруктово-цветочным шлейфом. Для меня здесь в большей степени преобладают ягоды, смородины. И сейчас этот аромат постоял у меня. Примерно месяц он у меня уже в коллекции. И он стал чуть-чуть более сладким. То есть я чувствую прям злодинку вот этих ягод, смородины, вот этих крупных черных плодов. Конечно же, здесь также много зелени, много свежести, много воздуха. И прекраснейшая, нежнейшая чайная роза в росе. Именно так я ощущаю этот аромат. Это женственность во флаконе, опять-таки. И, на мой взгляд, тоже подойдет на любой возраст, на любой повод. И практически в любое время года. Ну, кроме сильной жары. Это лично для меня, потому что в сильную жару я просто никакие ароматы не переношу. Следующие ароматы, как же без него, это классика. У меня, кстати, выходил, не знаю уже сколько времени прошло, больше полгода назад, ролик про ароматы 90-х. Посмотрите его, кто любит вот именно такое направление, вот такую классику. В эту подборку я добавила только его. Это Cheruti 1881. И это мягкость, классика, женственность, феминность во флаконе. Потому что здесь не просто пудра, здесь именно плотная цветочная пудра. И так же, как в случае с Нуа, они выпущены, по-моему, в одно время, примерно, я не помню точно. Здесь тоже нужно соблюдать дозировку. Потому что, если вы переборщите, вот эта пудра может подушить. Несмотря на всю его мягкость, легкость, прозрачность и нюдовость. Я его предпочитаю носить поздней осенью или зимой. Как в прошлом году я прекрасно его просто носила в ноябре месяце. Несмотря ни на что. Хотя многие говорят, что это весной нужно носить или летом. Потому что здесь также нота ромашки, ощущение пылевых летних цветов. Все так, я соглашусь полностью. Но помимо этого, здесь очень такая яркая цветочная пудра плотная. Вот с этим вот букетом пылевых цветов, с охапкой, где и ромашки, и все на свете. И будто бы эти цветы немного высохли на солнце. То есть, здесь есть ощущение такое сухое. Вот поэтому, да, это все такие ароматы. Можно сказать, что уже такой ближе к старой школе. Здесь нужно быть аккуратной с дозировкой. Но если вы попадете в нужную дозировку, это будет восхитительно. Следующий аромат, и тоже не так давно он у меня появился. Это Монклер Пурфам. Так он и называется. У меня вот такое ведро. На самом деле, там, по-моему, меньше объема не было. Здесь аж 60 миллилитров. Я думаю, что хватит очень надолго. Это нюдовый, нежный, мягкий пижамный аромат. Хотя он слышен, он шлейфовый. При этом он настолько прекрасен. Здесь и молочность, и пудровость, и ванильность. И прежде всего для меня этот аромат промолочный ванильный сандал. Я уже сравнение такое приводила. И мне это действительно похоже на This Is Us от бренда Sadiq & Voltaire, который я очень хотела и купила. И неожиданно вот эти два аромата стали для меня похожими. Не клоны, но реально похожи. То есть здесь ярко чувствуется ванильность. Ванильная пудра вместе с молочностью вот этого сандала. Ничего не дает такой эффект. Именно молочный сандал. Слава богу, он здесь никакой не огуречный, не рассольный. Чего я всегда боюсь. Также в этом аромате добавлена нота снега, так называемая. Кто-то ее ощущает как холодок. Кто-то ощущает как металлический такой оттенок. Но для меня, знаете, есть какая-то в аромате свежинка. Не могу сказать, что я как-то слышу прям ноту снега. Ну да, парфюмер пытался это передать. Именитый парфюмер делал эту работу. Это Quentin Bish. И часто это всегда очень классные ароматы. И здесь тоже уместно всегда. И на работу, и на праздник, и на ночь, и в постель, и на свидание. Очень женственный парфюм. Следующий аромат это бренд Eisenberg. Аромат называется Back to Paris. Возвращение в Париж. Я очень долго хотела этот парфюм. И приобрела его себе только год назад. Потому что, когда я тестировала мой любимый бренд Eisenberg. Один из любимых. Всегда вот этот аромат, он по своему звучанию проигрывал всем остальным. И терялся на фоне. Но когда я протестировала его отдельно. Все-таки я поняла, что мне это нужно. И его переформулировали. Сейчас это версия парфюм. И он стал более стойким, более таким ярким. Здесь пирамида ничего в себе не несет. Вот, так скажем, примечательного букет цветов. Розы, шасмины, фиалочки. Вот что-то такое. Но на старте тут есть розовый перец. Мне всегда нравятся ароматы с розовым перцем. Я часто это повторяю. Всегда вот эта острота в сочетании с цветами мне дает что-то, знаете, необычное. Звучание, чего мало. И это не уходит в какой-то банальный мыльный цветочный букет. Этот аромат с характером, со стринкой. И знаете, он даже немного в духе Gucci Guilty. Но совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Потому что для меня Gucci Guilty это тоже такие острые перченые цветы. Яркие. И там еще ноты герани. Здесь герани нет вроде бы. Но аромат тоже с характером. И несмотря на это он нежный. Он сидит близко к коже. У него очень тонкий шлейф. У него прекрасное романтичное название. Он женственный. Он фемильный. Несмотря на это аромат с характером. В базе. Вот я сейчас базу ощущаю на пульвике. Здесь есть какой-то вот ирисовый аспект. Звучание такого ириса. Который относит нас к мыльности. К чистоте. Вот здесь. В этом аромате есть. Возможно это та самая общая база. Айзенберг. Которую многие называют замыливающейся. Для меня это не мыло. Для меня это вот что-то такое чистое. Ирисовое. И последний аромат в нашей сегодняшней подборке. Это Blue Marine Mon Petite Chou. Не знаю. Верно ли? Чу? Ли чей? Ли чей? Кто смотрел и просто так. Теперь у меня вот этот чей не выходит из головы. Ну в смысле имя. Как персонаж мне не нравится. Я сейчас говорю про сериал и просто так. Ну так вот. Сейчас об аромате. 100 миллилитров достались мне просто за 3 копейки. Чему я очень рада. Потому что это прекрасный аромат. Это домашний аромат. Этот аромат посвящен материнству. Посвящен рождению ребенка. И он мягкий. Он какой-то ностальгический. Он для того, чтобы проводить время с семьей. Для того, чтобы проводить время с любимыми. Он тоже отлично под пижаму подходит. Но я считаю, что и на работе вполне это будет уместно. Кто-то говорит, что неуместно. Для меня лично все уместно. То, что мне нравится. Вот этот аромат у меня постоял несколько месяцев. Я вот первое время поливалась им. Он пропадал просто через час. Нужно было утыкаться в место, куда нанес аромат. Чтобы его как-то почувствовать. Вчера я наносила этот аромат на кожу. И он довольно долго шлейфил. И держался. Ну то есть там минимум 4 часа. Дальше я просто не засекала. То есть он набрался стойкости и шлейфовости. Нужно, конечно, пшиков 7-8 на себя наносить. Чтобы прям вот ощущать аромат в течение дня. Но не в этом дело. О чем же этот аромат? Вот это вот реально женский аромат. Женственность во флаконе. Потому что ничего не может быть более женственного, чем материнство. Это мягкий такой вкусный аромат. На тему лактунности. На тему ванили. На тему ванильного сливочного печенья. Но, к счастью, вот это звучание разбавляет нота мандарина. В старте. Когда вы распыляете, вы чувствуете помимо вот этой печеньки ноту цитрусовую. То есть прям как будто бы здесь еще свежий фрукт. Я здесь не чувствую какую-то сухость и пудру. Да, для меня это просто сливочность. Но ощущение, что макнули печеньку в молоко, действительно создается. И дальше аромат раскрывается. И он уходит в цветы. Здесь заявлена фрезия тоже. По-моему, какие-то еще другие цветы. И здесь это ощущается. На фоне вот этой лактонности, молочности. Здесь появляются цветы. И с кислинкой уже. Хотя вот эта каша заявлена в базе. Но мне кажется, что она очень явно себя проявляет именно на старте. Вот эта нота каши. Опять же, спорно, что каша. Для меня это все-таки печенька. Но здесь явная такая цветочность. Фруктово-цветочный аспект. Вместе с таким вот лактонным гурманским оттенком. Прикольный аромат. Добрый. Вот он добрый. Да, вот хочется сказать, что это такая добрая мамочка. Ну что ж, вот и все. Вот мы и поговорили с вами про ароматы женственности в флаконе. Пишите ваше мнение о них в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не забывайте это делать. И мы с вами обязательно. И очень скоро увидимся в новых роликах. Пока-пока.